На школьной выпускной Ксюше специально заказали белое кружевное платье с фатином, чтобы потом на свадьбу не тратиться. Они с Антоном мечтали, что сразу по окончанию школы подадут заявление в ЗАГС. Через месяц после выпускного они планировали свадьбу. Ребята хотели вместе поступать в университет, уже будучи мужем и женой. Но, как известно, человек планирует, а судьба вносит коррективы. До школьного выпускного оставался один месяц. В апреле сильно заболела Ксюшина мама. Ничто не предвещало беды. Просто однажды она потеряла сознание прямо в коровнике, где работала. Ее отвезли в районную больницу. Оттуда женщина уже не вышла. Мама Ксения умерла за неделю до выпускного. Конечно же, ни о каком празднике и речи быть не могло. Антон тоже остался дома, поддерживая свою любимую. Молодая девушка была просто убита горем. Никого, кроме матери, у нее не было. Для нее это был самый родной и близкий человек во всем мире. Ну, конечно, и Антон. Естественно, что свадьбы тоже не было. И поступать в университет ребята вместе не поехали. Решили отложить учебу на год. Но, как говорится, беда не приходит одна. Осенью Антону почтальон принес повестку в военкомат. Ему как раз летом исполнилось 18 лет. Если бы он поступил в институт, как планировалось, ему бы дали отсрочку. А так ему пришлось уйти на срочную службу в армию. Ксения на проводах была очень грустной. Обещала быть верной своему возлюбленному. С тех пор прошло 15 лет. Антон после армии тогда так и не вернулся в родной поселок. Так уж сложилась жизнь. Еще в армии он вместе со служивцами придумал одну бизнес-идею. И по окончанию службы вместе с друзьями открыл фирму по обслуживанию компьютеров и бытовой техники. Все в его жизни складывалось успешно. Оставалось только жениться на дочке генерала. Парень понравился молодой девушке. И хотя та совсем не блистала внешностью и характер имелась к верной, деньги ее отца затмевали все недостатки. Тогда парень решил написать Ксении, что останется служить по контракту. А сам планировал жениться на Анжеле. А через год развестись и поделить бизнес. А потом собрать все деньги и уехать в родную деревню, чтобы забрать возлюбленную с собой. Планировал, что ничего и рассказывать не будет своей невесте. Просто потеряет паспорт и получит новый. Уже без штампов о разводе и браке. Все будет просто прекрасно. Зато они с возлюбленной будут обеспеченными на всю оставшуюся жизнь. Антон любил Ксению. Но он какой-то странный способ выбрал для того, чтобы подарить ей счастье и обеспеченное будущее. Лишь одного только парень не учел в своих планах. Анжела узнала о Ксении. И когда Антон написал письмо своей невесте о том, что переходит на контрактную службу, дочка генерала тоже написала письмо, что они с Антоном любят друг друга и что они уже поженились. Ксения не могла поверить в то, что Антон ее предал. Но перед ней на столе лежала его свадебная фотография, которую Анжела заботливо отправила девушке. На фото был ее любимый Антон в военной парадной форме. А рядом стояла красивая брюнетка в белоснежном пышном платье и с ярко-красными губами. После потери матери Ксюшу сложно было выпить из колеи. Она стала сильной. И теперь не просто страдала, а злилась. Она хотела поехать к Антону и выдрать клок волос у наглой разлучницы, занявшей место рядом с ее любимым. Не только на свадебном фото, но и в сердце. Но потом, через время, у нее отлегло от сердца. Девушка решила отпустить любимого. Пусть живет, как хочет. Лишь бы в ее жизни не появлялся, потому что ей было даже противно смотреть на него. Ксения написала ему последнее прощальное письмо, в котором сообщила, что она не дождалась его, вышла замуж и очень счастлива. Свадебного фото у нее не было. Но ее рассказ был очень убедительным. Когда Антон получил от нее письмо, он был в ярости. Он хотел поехать в деревню и во всем разобраться. Но Анжела поймала его на вокзале и сказала, что если сейчас он уедет, то может больше не возвращаться. Парень, словно послушный щенок, побрел за Анжелой. Потом мужчина ушел в запой с горя. Пил беспробудно целую неделю. Очнулся тогда, когда тесть его, как котенка, окунал в ванную с холодной водой. С тех пор Антон взялся за ум и больше о Ксении не вспоминал. Иногда в минуты тоски и печали он размышлял о том, какой бы могла стать его жизнь, если бы рядом была любимая. Что было бы, если бы ее мама не умерла, а они вместе поехали учиться. Сейчас бы уже заканчивали учебу и устроились бы на хорошую работу. Время шло. С Анжелой у Антона почему-то не получалось завести детей. Мужчина много работал. Только там он мог не видеть надменного лица Анжелы и не слышать ее постоянного ворчания. Свою жену он никогда не видел счастливой или довольной. Ей всегда все было не так, все мешало. Незаметно пролетели 15 лет. А поток молодой и цветущий мужчина внезапно умер. Ему организовали пышные похороны. Оказали все почести. Не так давно умер и отец Анжелы. Поэтому у нее был опыт в организации и проведении похорон. Пышная процессия с людьми шла по кладбищу под музыку духового оркестра. Анжела была одета в черный траурный наряд. Только на губах была неизменная ярко-красная помада. Женщина рыдала не переставая. Она так не скорбела по своему отцу. И вдруг гроб соскальзывает с плеча мужчины-носильщика и падает на землю. Еще немного и покойник буквально вывалился бы из гроба. Хорошо, что тот был дорогим и крепким. И с закрытой крышкой сверху. Все присутствующие просто ахнули от ужаса. Это была очень плохая примета. Значит нужно ждать еще одного покойника в семье. Когда процессия пришла на кладбище и нужно было опускать гроб в могилу, вдруг его дно треснуло. И тут из гроба посыпался песок. Рабочие испугались, бросили его и отбежали в сторону. Открыв крышку, вместо покойника в гробу оказался песок. Люди начали перешептываться и негодовать. Где же покойник? И вдруг из могилы послышался глухой стон. Люди подошли к яме и увидели, что на дне лежит связанный и окутанный черной тканью человек. Страшно представить, что было бы, если бы у гроба не треснуло дно. Рабочие опустили бы гроб и закопали могилу. Несчастный никогда бы не выбрался. Люди помогли человеку. А Анжела тем временем быстренько побежала к своей машине и бросилась удирать. Когда пострадавшего достали, оказалось, что это был Антон. Живой и почти здоровый, не считая пары поседевших прядей волос. Как же он попал в могилу и почему так произошло? Судя по тому, как Анжела под шумок пропала и успела улететь за границу в Италию, именно она была замешана в этой афере. Все дело в том, что после смерти отца она хотела сама захватить себе весь папин бизнес, чтобы ни с кем не делиться. И только нелюбимый муж стоял у нее на пути, ведь отец переписал на него свой бизнес. Добровольно Антон бы никогда не отдал бразды правления в ее руки. Анжела подкупила многих, которые стали помощниками в ее черном деле. Она подсыпала мужу какое-то лекарство, привезенное из-за границы. Супруг уснул, а Анжела объявила всем, что он умер. Она боялась, что муж проснется раньше положенного времени. Поэтому Антона связали и положили в яму раньше, а в гроб насыпали песок и заранее плотно закрыли крышку. Если бы гроб случайно не уронили, страшно подумать, что было бы дальше. От громкого звука Антон в могильной яме проснулся. Именно это и спасло ему жизнь. Он не стал обращаться в полицию и писать заявление на Анжелу. Она уехала из страны, оставив все имущество и активы фирмы. После всего пережитого Антон хотел только одного – поехать в свой родной поселок. Он страшно соскучился по местам, где вырос. Мечтал пройтись по любимым улочкам и искупаться в речке. Он не думал даже о Ксении. Но именно ее встретил по пути в поселок. Его бывшая возлюбленная практически не изменилась. Мужчина испытал целую гамму смешанных чувств. И первым его порывом было выскочить прямо на ходу. Но водитель не открыл дверь. Доехав до остановки, Антон выбежал из автобуса и бросился навстречу Ксении. Они остановились друг напротив друга буквально в нескольких шагах. Просто смотрели глаза в глаза, не в силах отвести взгляд. А потом бросились друг к другу в объятия. Вместе не сговариваясь, просто подавшись эмоциям. Вечером Ксения и Антон сидели на ее кухоньке и пили ароматный чай. Мужчина поинтересовался, где же муж Ксюши. Женщина ответила, что никогда и не была замужем. После этого достала из шкафа шкатулку, в которой находилось письмо. То самое, со свадебной фотографией. Их разговор прервал мальчишка, вбежавший в комнату. Это был подросток, около 15 лет. Мальчик спросил у Ксении, можно ли ему на рыбалку. Та ответила утвердительно. Антон смотрел на мальчика и не мог отвести глаз. Парнишка, как две капли воды, был похож на него самого. Пересохшими от волнения губами он спросил Ксюшу, где отец мальчика. А та ответила, что сидит он как раз перед ней. У Антона потекли по щекам слезы. Он встал на колени перед своей любимой и молил ее о прощении. Через месяц состоялась такая долгожданная и выстраданная свадьба. Они были очень счастливы, несмотря на все 15 лет разлуки и страданий. Продолжение следует...